Асен Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в Якутии? Доброе утро. У нас в республике в целом количество людей с новой коронавирусной инфекцией достигло 4178 человек в общей сложности. Из них за последние сутки зафиксировано 50 новых случаев, 37 по городу Якутску, 6 по Ниренглинскому району и 4 по Мирненскому. Также 2 в Ленском и 1 в Татинском районах. Хочу сказать, что это хорошие цифры. Мы стабилизировали ситуацию по республике 50-60 больных. Вот уже четвертый день у нас это наблюдается. Это хорошая положительная динамика. Мы очень надеемся, что выше этих цифр по республике мы уже подниматься не будем. Конечно же, в случае соблюдения тех ограничений, которые сегодня действуют. По городу Якутску 37 человек заболевших. Это минимум, начиная с 21 мая. Тоже хорошее достижение. Это, опять же, показатель того, что все те меры, которые принимались в последние недели, они все-таки дают уже свой хороший постоянный такой действующий результат. За сутки у нас выписалось 74 больных уже после полного выздоровления. Всего по республике 78% больных новой коронавирусной инфекцией уже полностью выздоровели. Тоже хороший показатель. На высоком уровне у нас проводится тестирование. За последние сутки свыше 4 тысячи анализов обработано. Всего у нас уже 222 тысячи практически анализов на новую коронавирусную инфекцию сделано. И управлением Роспотребнадзора, и учреждением здравоохранения республики. Это в пересчете на 100 тысяч населения один из лучших показателей в стране, который позволяет нам выявлять болезнь на ранних стадиях. В целом, еще раз хочу сказать, что наша главная задача на ближайшие дни – сохранить ту положительную динамику по снижению количества заболевших, которые у нас в республике есть. И для этого на местах, конечно же, необходимы все меры безопасности, которые сегодня предусмотрены, придерживаться. И в этом случае я уверен, что эта динамика точно станет уже такой постоянной. И мы сможем начинать уже со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах сегодня действуют. Спасибо.